обязательно забуду что-то сказать мужики напишите в комментариях каким способом нарезания рядков мата блоком вы пользуетесь или попробуйте данный способ и отпишитесь легче стало либо тяжелее а мы начинаем панали а мужики всем привет вот выдался денечек такой посадить картофан на улице плюс 22 ну ветер конечно сильный микрофон с ветрозащитой думаю не сильно будет задувать поэтому покажу как я нарезаю рядки очень легко и просто даже при этом вообще не потею аж даже замерзаю можно так сказать это серьезно я вот в куртофане работаю потому что действительно ветер и холодно хотя температура такая большая да а посмотришь на людей ну вот здесь сажали там чуть дальше соседи в том краю тоже сажали но не мон носят мотоблоки на руках но это несерьезное в ю тубе так посмотришь да в интернете там народ просто мучается мужики ну я не знаю это все как-то не должно быть так должно техника должна помогать а не робить здоровье грубо говоря не многие может даже не знают что на большинстве мотоблоков руль разворачивается в другую сторону мужики посмотрите на свою технику там есть у меня вот она на рычагах то есть вот выжал в рычаг и руль развернул сейчас я покажу это его развернул так чтобы показать да как народ пашет то есть идет по борозде плуг заглубляется и и он постоянно не его из земли начинают выдергивать то есть на себе нести так чтобы более-менее плюс управляемости это ужас когда вот фрезы идут спереди потом плужок потом идет хозяин мотоблока несет его на руках и плюс еще пытается управлять до плюс это еще на колесах я сажаю уже 7 лет или 8 только на фрезах мужики только на фрезах во-первых второй раз рыхлит а плужок просто это рыхлая разгортает всю никаких колес у меня есть маленькие грунтов зацепы и большие и самодельные отказался я от них еще больше семи лет назад кстати мотоблоку 29 что у нас было марта исполнилось ровно 10 лет посмотрел я по документам как раз десяточка но я не знаю что разворачивается руль у некоторых на завертке такой да с такими зубами вот они с магазина прикручивают их на место и все и на постоянку эти рога я имею ввиду руль рога и мы редко кто пользуются разворотом вообще не видел вообще не видел кто-то скажет все это ерунда саня ты тут придумываешь там сейчас посмотрим я вообще не напрягаюсь насчет этого так что видос может кому-то будет интересный может кому-то полезный знаю даже человека валеру с челябинска валер привет попробовал этот способ когда идет оператор спереди мотоблока потом идут фрезы потом идет плуг и теперь он только так и работает он даже мотоблок переделал вот это переварил там половину рамы так чтобы пользоваться этим способом потому что человек уже в возрасте и почувствовал насколько легче работать когда руль развернут это во-первых во вторых не затаптываешь абсолютно не затаптывается то что ты уже как бы там вспахал для его витрила вообще капец вот не идешь там не затаптываешь плюс когда я вот прорыл и через рядок за за гортаю накрываю картофан обычными граблями и получается почва не топтаная пока же не окучивать а как окучивать я покажу в следующем видосе когда дойдет до этого дела вот такие дела мужики так что не знаю не знаю вы как-нибудь поберегите что ли свое здоровье я ноты не вечное поэтому давайте сейчас заведу и дороги уже тут несчастные 20 метров вот как-то так посмотрим ну и буду рассказывать правда будет шумно чуть-чуть но ничего это все-таки техника так мужики ну смотрите у меня руль разворачиваются вот таким образом то есть рычаги и вот здесь у меня специальные которые включают выключают штифты этот на регулировку по высоте этот соответственно на разворот вот конструкция может отличаться я повторюсь еще раз есть винты где можно дело ну там своя конструкция у меня быстрый вариант все и вот таким образом да мужики я иду сзади то есть точнее спереди получается задом вперед спиной с одной стороны якобы это не удобно но с другой стороны я контролирую полностью весь рядок абсолютно весь рядок я вижу край мне очень удобно им управлять ну во-первых здесь идет принцип качели у нас фреза это центр с той стороны плуг с этой стороны я чтобы вырвать плуг мне не нужно его поднимать мотоблок мне наоборот нужно просто своим весом придавить на мотоблок придавить я даже буду сейчас использовать вот такой способ где-то буду придавливать даже ногой чтобы он поехал дальше как только я брошу мотоблок сейчас мы заведем могут тарахтить как я только брошу мотоблок все он станет на место либо там слегка его приподнять чтобы он зарылся вот и все управляемость вот она центр где идет управление мотоблока то есть это редуктор очень удобно по крайней мере мне вообще шикарно так чё погнали заведем первая передача музыки пониженная будем говорить так чтобы никуда не торопиться и не спешить и вот я придавливаю на мотоблок не знаю слышно меня нет я его бросил он стоит на месте стоит только придавить его чуть-чуть и он поехал дальше то есть я не ношу на руках это я разговариваю микрофон вот таким вот образом он работает этот способ я говорю и повторюсь еще раз 7 лет назад попробовал все теперь меня не заставишь по-другому работать вот как-то так надеюсь надеюсь меня слышно микрофон закрывается буфайка это я заверну его так вот и нарезается спокойно абсолютно ну можно включить вторую передачу и вот так сними вот так вот фрезы я думаю видно да вот мужики тут я повторюсь еще раз вообще никто не топчется сажают вот сбоку где притоптали я тут же это перекультивировал все рядочек ровненький получается и на одном расстоянии вымеряю у меня фреза 40 сантиметров с одной стороны то есть туда 40 сюда 40 вот между рядками 80 сантиметров получается вот как-то так очень удобно не знаю кому как ну очень удобно ну давайте добьем до конца бог с ним вот я прижимаю его к земле чтобы он ехал своим весом ногой прижимаю как только бросил все он остановился плугом зарылся капец только прижал ногой он поехал намного удобнее абсолютно вот я вижу здесь сколько чего кого надо повернуть я чуть-чуть наклоняю и он поехал в сторону все вот так все просто чтобы остановить я чуть-чуть поднял все он повис на плуге и будет висеть он не поедет уже никуда пока его не придавлю то есть режим качели пока его плуг не подниму он не поедет и висеть на мотоблоке удобнее чем уносить на руках так ладно видос видос наверное так длинный получится но я думаю абсолютно не сложно абсолютно так ладно видос видос наверное так длинный получится в принципе ничего особенного просто все просто ну других слов у меня нет так что не мучайтесь мужики попробуйте один раз сравните когда идет человек сзади и сравните когда человек идет пускай даже спиной вперед но все равно человек держится за рога да за вот эти за руль ничего не произойдет абсолютно ладно и так много наболтал всем пока с вами был санек еще увидимся а а а а